Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Касание сетки» Виталий Мазаев, Ольга Хрипунова. Больше недели мы с вами не виделись, и за эту неделю мужчины уже два тура сыграли, девчонки один тур, Лига чемпионов, очень много всего. Да, еще много праздников было, помнишь? И День волейбола, и День Святого Валентина, а еще скоро будут праздники, так что я думаю, что... Медовый спас, в конце концов, когда-то должен наступить. Да и вообще, кстати, осталось до весны-то полторы недели, поэтому настроение должно быть... Вот это хорошая новость, до весны-полторы недели, а до нашей программы уже менее секунды, давайте узнаем, о чем сегодня расскажем. Московская «Динамо» потерпела разгромное поражение. Как волейболисткам «Динамо Акбарс» удалось сокрушить лидера? Международному титулу для россиян в этом сезоне все-таки быть? Сразу девять игроков из России вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Среди них связующая волейболик Анне Виктория Кобзарь. Ее прямое включение в эфир об игре и жизни в Европе. Европейский волейбольный антураж как причина поражения. Игроки Кузбасса об эйфории на новой арене. Об эйфории любви и отцовства в жизни Ильи Власова. Специальный репортаж Ольги Хрипуновой ко Дню Святого Валентина. Сегодня программа «Касание сетки» должна была выйти во вторник, в День Святого Валентина. Ну, трансляции спортивные, их все-таки нельзя предугадать. Поэтому мы не могли вообще на самом деле обойти этот праздник стороной. И знаешь, Виталий, тут такое важное, наверное, замечание. Ты уже сколько в волейболе? Ты уже достаточно? Давно ли я в волейболе, как говорил Роман Карцев. Это один вид спорта, где очень много образуется волейбольных пар. Я с тобой согласен. Да, то есть ни в футболе, ни в хоккее, ни в теннисе, ни в баскетболе нет такого количества, когда действующие игроки, кто-то встречается как парень и девушка, кто-то уже родители, кто-то вот-вот сыграет свадьбу. Поэтому так много у нас волейбольных династий. Я предлагаю сейчас посмотреть топ, так скажем, пар, которые сейчас есть у нас в Парис-Суперлиге. Которые обязаны своей любовью волейболу, правильно? Ну смотри, Алина и Павел Панковы. Наверное, грех было им не встретиться, потому что, сам знаешь, тренер Заречья, это отец Павла Панкова. Сейчас они воспитывают двух прекрасных дочек. Да, Алина закончила свою карьеру. Это Иван Яковлевец, центральный блокирующий Санкт-Петербург, а вот его прекраснейшая возлюбленная Анастасия Барчук, она тоже, кстати, была в Заречья. Абсолютно верно, я даже помню, как Настя играла. И тоже доченька. Семышевы, волейбольная семья, познакомились... Ну как ты не знал, специальный репортаж мы снимали, познакомились на Версиаде, вот Антон привлекла Ксюшу, то, что она была простая, и даже они в 19 лет поженились. Вот Настю и Костю я знаю очень хорошо, Константин Абаев, связующий локомотивы, Анастасия Фролова, наша пляжница. Кстати, она закончила карьеру, не закончила, а приостановила. Приостановила, да. Костя часто бывает на турнирах по пляжке. Я Казаченков, да, и Лавнова Кристина, Динамо Матар, Митар Либера, да, прости, тоже совсем не знали об этом. Татьяна Симонихина, я даже знаю, кто сейчас будет. Сейчас будет Павел Сергеевич Титюхин, насколько я понимаю. Да, они списались в интернете в 2019 году, заинтересовали друг друга, но вживую встретились только спустя полгода в Казани. И сейчас периодически между турами Паша приезжает к своей возлюбленной. Ну, а это у нас Павел Лобинский тоже. А это, кстати, вот совсем недавно, в конце декабря, Кадочкина и 19-летний Денис Толок обручились. То есть еще одна у нас образовалась волейбольная семья. Ну и сколько мы еще не рассказали, да, их очень и очень много, поэтому не обижайтесь, если вдруг кого-то забыли. Эфирное время не резиновое, а вот количество волейбольных пар, оно такое ощущение, что очень и очень большое. Ну давайте теперь к матчам паре Суперлиги. Как я уже сказал в начале программы, у мужчин состоялось сразу два тура. Мы подробнее решили остановиться на прошедшем 23-м туре. И начнем с сибирского дерби. В Кемерово Кузбасс принимал локомотив. Вернулся в строй Роман Пакшин с новой прической, но это не помогло. Оль, пожалуйста. Ну, да, смотри, кстати, тут, безусловно, в первую очередь нужно отметить, что это первая игра в этом году на новой 7-тысячной арене. Мы думали, что это действительно будет стимул побеждать для команды Кузбасс, но не тут-то было. Знаешь, иногда наоборот, вот это вот чувство ответственности, мне кажется, может немножечко помешать. Ну, а вот 0-3 в пользу гостей, причем счет 20-25 и третья партия, аж 15-25. Да, но здесь я скажу, что со стороны локомотива практически все были наравне. Это я говорю и про Амара Курбанова, блокирующего Ильяса Куркаева, Дмитрия Лызика. У них примерно по 11-12 очков. Ну, вот ты что заметил в этом матче особенного, как ты думаешь? Почему борьбы не было у Кузбасса? Это просто мне кажется немножечко нелогично, ведь такая поддержка была. Я заметил здесь огромный сектор болельщиков локомотива во главе с москотом. Ну, недалеко на самом деле. Я больше ничего особенного здесь не заметил у Кузбасса. Клец был на месте, все Маркин, Карпухов, Лобызенко. На что ты намекаешь? Я намекаю на то, что когда у тебя есть ответственность, с одной стороны, это на тебя давит, а с другой стороны, это стимул. Поэтому я думаю, что это зависит, наверное, от игрока, то есть как он воспринимает то, что он сейчас находится на площадке новой арены. Но на самом деле, действительно, мы очень удивились, когда увидели интервью капитана волейбольного клуба «Кузбасс» Михаила Щербакова. Давайте послушаем, о чем сказал центральный блокирующий Кемеровчан, а потом обсудим подробно с Ольгой его слова. Наверное, каждый понемногу перегорел. Все ожидали, конечно, даже, я имею в виду игроки, более хладнокровные от себя игры. Наверное, эмоции, все-таки какая-то эйфория домашнего великолепного зала, великолепной атмосферы. То есть, наверное, сыграли сегодня злую шутку с нами. Итак, я процитирую еще раз. Эйфория от переполненных трибун сыграла с командой злую шутку. Более того, связующий волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск Константин Абаев вот что сказал. Первые мячей 10 мы пытались привыкнуть к шуму. Большое пространство плюс болельщики в Кемерово 7 тысяч. Это очень много. Это что говорит даже… Даже с Новосибирска, да. Люди, то есть настолько… Ну, это на самом деле хорошо, что строят новые арены, но при этом очень как-то странно и не хочется говорить плохо, то, что наши ребята, да, такие опытные, как Михаил Щербаков, который с 2008 года в Кузбассе, не привыкли играть на таких классных аренах. Ну, представляешь, сейчас Олимпийские игры. И если, допустим, финал, да, финал, там, Бразилия-Россия. И потом, значит, аргумент, ну, мы не выиграли, потому что была слишком большая арена, там кричали, знаешь, я вот опять-таки подчеркну, снимала специальный репортаж, и даже профессиональные волейболисты с опытом, они могут заснуть на площадке, несмотря на то, что много болельщиков, опять-таки, айфории и прочее-прочее. Ну, заснуть ты в кавычках имеешь в виду, естественно. Заснуть, ну да, в смысле в кавычках, она прямо уснула. Я же тебе рассказываю, да. Поэтому, ты знаешь, такое двоякое мнение. В общем, хочется, чтобы арен стало гораздо больше таких, как в Кемерово, чтобы все привыкли к таким аренам и к тому, что 7 тысяч человек ходят на волейбол, и это не отвлекало игроков и не мешало им, тем более, игрокам команды хозяев. Друзья, а вот питерский «Зенит» привык к тому, что на Сибур-арене 7 тысяч человек на матч приходит достаточно часто, может быть, поэтому не отвлеклись и выиграли Ленинградское дерби. Питер встречался с динамовцами Ленинградской области, но мы сначала посмотрим на матч «Белогория» и «Зенит-Казань», который прошел в Туле. И на что здесь хочется обратить внимание? Конечно же, классика волейбола в первую очередь. Это так. А на мой взгляд, то, что переполненные трибуны, хотя напомню, что играют команды из Белгорода и Казани, но настолько город-герой Тула преисполнилось от того, что классика волейбола прошла у них, что не в обиду Тулицы, но народу было больше, чем на некоторых играх с участием женского волейбольного клуба Тулица. Что касается самой игры, 4 партии получилось в этом матче. Белогорье, но все-таки Тула ближе к Белгороду, поэтому давайте называть их номинальными хозяевами. Они здорово вкатились в игру. 25-22 забрали первую партию, но затем «Казань» активировала все свои резервы, включилась на полную мощность. И «Зениту» очень нужна была победа, как мы понимаем, потому что у «Динамо» тоже календарь достаточно простой, а первую строчку занять не хочется в турнирной таблице. Поэтому здесь отличный матч провел Максим Михайлов. Удачно заменил Сэма Деру Андрей Сурмачевский, выйдя в доигровку. И лучшим бомбардером в итоге так и стал диагональный «Зенита» Максим Михайлов. 21 очко у Макса, Дмитрий Волков 19, по 11 у Артема Вольвича и Андрея Сурмачевского. И очередная победа уже 22-я, по-моему, подряд по счету у «Казанского» «Зенита», если брать матч и «Кубка». Для «Зенита» это действительно было важно, потому что они борются за первое место. И как Алексей Вербов после матчевого интервью сказал, что нам действительно было важно не опускать вообще никакие очки. Ну и, кстати, вот я вот смотрела, кто на площадке-то вышел. Я понимаю, что эти люди постоянно меняются. То есть у Алексея Вербова команда действительно вариативная всегда. Вспомнила новогоднее предсказание, пожелание Андрея Сурмачевского, чтобы на волейбольной площадке в 2023 году обязательно на каждом матче был хоть один Андрей Сурмачевский. Пока сбывается. Пока сбывается, согласен. А мы посмотрим на турнирной таблице после 23-х туров мужской пари Суперлиги. Давайте узнаем. Здесь, в принципе, наверху ничего не поменялось. Казанский «Зенит» по-прежнему лидирует. Это результаты тура. Я прошу прощения, сначала, конечно, надо о них поговорить. Белогорье-Казань 1-3. Кузбасс проигрывает «Локомотиву». Дальше вы все видите. Особо ничего выделять не приходится, потому что все результаты, в принципе, предсказуемы. АСК обыгрывает новую. Юнисей в гостях «Газпром-Югру». А вот теперь точно переходим к турнирным таблицам. Рассказываем. Там есть что обсудить, потому что если первые четыре места, в принципе, у нас неизменные. «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» и «Локомотив», то вот дальше, посмотрите, Урал выходит на пятую строчку. Кузбасс на шестой. На седьмой у нас «Факел», который продолжает свою победную серию. На восьмом месте у нас «Белогорье». А вот «Динамо» и «Ло» вылетела из восьмерки сильнейших и занимает сейчас девятую строчку. Да, 12 команд проходят в плей-офф. Что хочется отметить, в 22-м туре «Нова» одержала третью победу в этом сезоне. И вторую под руководством Олега Согрина. Но все равно пока что не удается самарцам подняться выше, чем на пятнадцатую строчку. Анонс следующего, 24-го тура на ваших экранах, дорогие телезрители. «Казань-Кузбасс», наверное, центральный матч, если его так можно назвать. «Белогорье» сыграет с питерским «Зенитом». Ну а остальные результаты и расписание на ваших экранах тоже все, в принципе, достаточно предсказуемо. Как мы и говорили в предыдущих программах, в мужской паре «Суперлиги» уже таких прям топ-матчей из-за разряда «Зенитовская дерби» или «Динамо-Зенит» один или другой уже не будет. В принципе, все будет легко и просто. Я думаю, тут борьба сейчас между средняками больше, чем через стопы. Да, абсолютно верно. Согласен. Борьба за попадание в эти 12 сильнейших. Ну что ж, давайте переходить к теме романтики, которая у нас не может ее сегодня не быть. Пусть мы выходим два дня спустя «Дня всех влюбленных», но репортаж Ольга готовила именно к 14 февраля. И Илья Власов, молодой отец, лучший блокирующий паре «Суперлиги» на данный момент, как он совмещает два этих амплуа? Знаешь, я хочу сказать, что, наверное, я не видела спецрепортажи, когда именно приходили к волейболисту, у которого рождается ребенка. Это действительно уникальный такой, мне кажется, шанс нам, вот лично нам узнать, как меняется жизнь профессионального спортсмена. Ведь для него важен режим. А ты знаешь, какой может быть режим, когда у тебя рождается ребенок? Ух, знаю. Да, и ты тоже. И не раз. Ну что ж, мне прям интересно. Давайте узнаем вместе, как же адаптировался лучший блокирующий паре «Суперлиги», центральный блокирующий московского «Динамо» Илья Власов к тому, что он теперь молодой и счастливый папа. Очевидно было, что у нас будет замечательная семья и суперский ребенок. Поэтому, не знаю, я счастлив. У меня эмоций больше сейчас. И они гораздо круче. И с каждым годом они становятся все ярче и все лучше. Я влюбляюсь в своего мужа. Каждый день по-новому, за его поступки. Конечно, человек меняется, когда у него рождается ребенок. Более ответственный? Ну, наверное, я всегда был ответственный. Я не знаю, может, для кого-то я где-то и поменялся, но... Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя в своей тарелке. Пеленки, бутылочки, подгузники. Теперь у блокирующего «Динамо Москва» и сборной России Ильи Власова особые действия. Устала? Кажется, рождение первенца открыло нам другого Илью. Мои патики. Мои вкусные патики. На площадке все привыкли видеть в нем зверя, в хорошем смысле этого слова. А дома мы застали его таким заботливым и ласковым. Эйфория в глазах от рождения дочки, кажется, не пройдет никогда. Сейчас кушать будем. Да. Ой, ты моя красавица. Дочь. Кто самая красивая девочка? Кто самая красивая девочка, скажи мне? Ну, стал, я думаю, ответственнее, это точно. По себе знаю, когда рождается ребенок, ты становишься намного ответственнее. Но он и так был профессионал, поэтому в работе ничего не поменялось. Повзрослел, что ли. Видно, что ему нравится быть отцом, видно, что ему хочется быть отцом. Видно, это и на площадке, и за пределами. Первое время ходил злой, видимо, не высыпался. Менял, что-то нужно менять обычно, когда рождается ребенок. Заспанный пару раз был, да. Но тут надо понимать прекрасно, что он профессионал, и семья это знает. И я думаю, что большей частью, конечно, нагрузку берет на себя супруг, а родственники. Заботливый. Я смотрю просто, когда живу. Очень часто разговаривает с семьей, что видно, что дочка для него главная в жизни. Пытается все процедуры сделать первой, там занимает очень, чтобы скорее поехать домой. Просто я знаю Илюху как раз таки по молодежке. И Илюха сейчас это вообще два несравнимых человека. В молодежке Илюха был настоящей оторвой. Конечно, человек меняется, когда у него рождается ребенок. Но я не поменялся, там, именно по каким-то там, как говорит Денис Богдам. По каким-то там, за любой кипиш или не кипиш. Во-первых, у нас уже возраст. Не тот, чтобы быть за любой кипиш. Мы все взрослеем. Ну, я не знаю, там, вы думаете, конечно. Мы тебе говорили, чем надо заниматься. Самые красивые глазки у кого, дочь? У меня, во-первых, есть ребенок, и я безумно счастлив от этого. У меня есть безумно красивая моя жена. И мне от этого хорошо. А ведь счастье к человеку приходит не просто так. Кажется, все уже давно было спланировано судьбой. Как говорят в теории вероятностей, через последовательные случайные события. Мы оказались в общей компании, в ресторане. Я не знала Илью, и как-то случайно он положил свою руку на мою руку. Я обратила на него внимание и повернулась. Смотрю, девушка симпатичная. Думаю, подкачу. Увидела его сияющий взгляд, и мне кажется, это была любовь с первого взгляда, которая просто молниеносно пронзила всю меня. Эти эмоции настолько были сильными, что я даже напугалась и просто ушла. Такой чистый взгляд, абсолютно бескорыстный какой-то, не испорченный. И я, наверное, тонула в этих глазах. Я думала, ну как, вот ты такой большой, такой красивый и такой добрый. Последние дни до рождения дочки особым стимулом побеждать быстро и в трех партиях для Ильи были запланированы с Дашей совместные роды. Ведь роды, как и волейбол в семье Власовых, это тоже командный вид работы. Увидит меня такой, да круто, что увидел такой. И не потому, что сейчас видит другое, а потому, что мы вместе прожили каждую секунду этого процесса. У тебя такой вид, как будто ты вообще не испытываешь эмоций по ощущениям. А потом ты, когда уже осознаешь, что вот ребенка держишь уже там, либо пуповину перерезаешь и понимаешь, что это твой ребенок, это очень круто. Вообще красивая, замечательная пара. Дай бог, чтобы только жили вместе и радовались. Я лично поздравил вот недавно и дочку, и его, были на крестинах. Теперь у нас есть кумовья, пресная мама. И это очень милый подарок. Ты посмотри. Просто меня тронуло до слез. Крещается раба Божия Стефания во имя Отца. Аминь. Надпись на майке ко дню рождению отца. Звонки, как оказалось, адресованные Лауре Кермину после забитых мячей. И вот новое проявление эмоций на площадке – укачивание ребенка. У Даши получилось выйти на игру, и так это было как знак благодарности тоже Даши, чтобы она поняла, что вот я ее ценю, люблю. Ну, я подумал, что лучше я когда выиграю, просто посвящу дочке. Это чемпионство. Пойдешь скоро, доченька, пойдешь скоро за папу болеть будешь. Громче всех будешь кричать. У Динамо лучший блок. У-у-у. Сейчас примерно за матч Илья Власов делает три блока, вколачивает пять первых темпов и забивает примерно по эйсу. Удивительный прогресс для уроженца маленького башкирского города Кумертау. И еще невероятнее факт, что знакомство с волейболом началось только в 16 лет. Я тогда его еще видел, когда он только начал заниматься. Он занимался сначала борьбой, и его пригласили в факел. Тогда было совсем печально. Сейчас видим, какой уровень достиг. За счет работы, за счет стараний, за счет упёртости. За счет роста, конечно, это уже очевидно. Когда человек нападает с четвертого этажа, в принципе, все понятно. Не, ну на самом деле очень много работает над собой, и это заметно, старается. Как и у нас у всех, это не всегда получается, но молодец в этом плане, да. Тут ничего не скажешь. Это целый процесс, который начался давно. Мы о нем разговаривали с Ильей достаточно давно, наверное, два-три назад. И он понял основные тезисы, основные направления. Это совершенно однозначно приняло эту философию. В том сезоне он выпал на какое-то время, порядка четырех месяцев. Но при этом это были четыре месяца сложных для команды. То есть это была вторая часть чемпионата выпала. Тем не менее, вы видели, и я видел все, как он рвался на площадку, как он рвался восстановиться. Так, я приехал из Беларуси. Меня парень из Уфы решил учить русскому языку, когда такой красивый, брутальный, волшебный молодой человек тебе советует говорить правильно. Ты обычно прислушиваешься. Общаемся, там бывает о рыбалке, о жизни, о детях. Общее есть у нас. Это дети главное. И он открытый человек, но не ко всем. Илья действительно очень добрый человек. Для нас очень важна наша семья, благополучие в ней. Для них, конечно же, мы сделаем все. Илья снимет с себя последнее, отдаст. Для меня Илья близкий человек. Человек, который даст совет, которому я прислушиваюсь, который поможет в любую секунду, в любую минуту. Друзей у нас не так много, чтобы близких друзей. Наверное, таким образом всем достается поровну. И очень много любви, и очень много забот и внимания от нас, от Ильи. Что касается других людей, то я не могу сказать, что Илья очень добрый, милый с ними. Вы посмотрите на его игру. Он же просто зверь на площадке. Ну, например, если бы я не знала его как человека... Лев, да. Я бы, например, думала, что с этим человеком лучше даже не начинать разговаривать. Там палец в рот не клади, откусит по локоть. Я родился, во-первых, я лев. Ну, я не знаю, я ассоциирую себя с этим зверем почему-то. Я всегда, наверное, еще когда свою первую тату делал, я знал, что когда у меня родится ребенок, у меня будет татуировка какая-то, которая будет посвящена ей. То есть у меня в любом случае у меня татуировки, ну, с каким-то периодом жизни моим связаны. Рождение ребенка – это период начала трогательных отцовских чувств, ответственности ко всему и во всем. Совсем скоро тоненький детский голосок произнесет свое первое «папа». А когда есть ради кого бороться, победы даются легче. Жду я мамочку козу и капустный лист грызу. За мычал коленок. Дайте молока ему. Любит наш теленок молоко с пеленок. Ну что же, замечательный сюжет. Специальный репортаж Ольги Хрипуновой о семье Власовых. Вообще говорим, большое спасибо Илье и Дарье за то, что предоставили кадры из семейного архива. Не каждый пойдет на такое. Да, действительно, уникальные кадры. Ну и, конечно же, пожелаем здоровья малышке и терпения родителям. Счастья семье. Да, ну и теперь вот такой переход сделаем к женской суперлиге. Как раз-таки через семью Власовых. Переходим и смотрим сразу же матч «Динамо Акбарс» и «Динамо Москва». «Динамо Скайп Дерби». Начнем с того, что перед началом игры волейболистки «Динамо Акбарс» поздравили своего бывшего капитана и рекордсмена клуба по количеству проведенных матчей Евгению Старцеву с днем рождения. Подарили ей букет цветов, но это был последний подарок от Казани для Москвы. После этого уже подарков не было. Мощно начали встречу, поверили со счетом 5-0. Потом заменили Старцеву и Гончарову, заменил Ушаков на Татьяну Дмитриеву и Ирину Капустину, но уже Гайло Гонсалес было не остановить. 25-20. Первая партия за Казанью. Во второй партии «Динамо Акбарс» продолжила играть быстро и разнообразно. Появили в счете 15-10 и Гонсалес опять не ошибалась в атаке практически, как обычно, как мы помнили, что комментировали «Локомотив». Опять все играли через нее. Сколько в итоге результативов? Я сейчас все расскажу. Так вот, в заключительной партии «Динамо Москва» играла без Гончаровой. После этого казанская команда вообще без особых проблем победила. Разнообразно пасовала Эльзета Синицына. У Гонсалес 21 очко, но в трех партиях всего. Не за 40. Но в 40-то у нее было, когда 5 партий было с «Локомотивом». Здесь всего 3. 21 очко. Но самое главное, что это второе поражение московского «Динамо» в сезоне. И первое со счетом 0-3. То есть подопечные Константина Ушакова впервые за 19 игр не смогли взять у соперника ни одной партии. Поэтому настрой «Динамо Акбарс» сыграл свою роль. То ли это «Акбарс» хорош, то ли что-то у «Динамо» не то. Вот это будем уже разбираться в следующем туре. Посмотрим, как что. Зато в «Енисея» никаких изменений. Продолжает команда побеждать. Мы напомним о том, что еще с конца января в клубе из Красноярска вакантные должности главного тренера, старшего тренера. Команду тренирует «Статистик» и уже практически, не знаю, соведущий нашей программы Николай Вахрушев. И делает это достаточно успешно под руководством Николая Владимировича. Три победы в трех матчах у «Енисея». Давайте посмотрим. В прошедшем туре они принимали одного из аутсайдеров, Заречья Одинцова. В этом матче, как в предыдущих двух, Софья Писаревская играла в диагонали и вновь показала хорошую эффективность на этой позиции. Она стала самой результативной, набрав 27 очков. Доверяет сейчас ей Николай Вахрушев, Анастасия Азанова пока на квадрате запасных находится. Правда, Заречья очень здорово начали этот матч и первую партию выиграли именно подопечные Вадима Анатольевича Панкова 27-25. Но вот что случилось потом, это интересно. Ведь в следующих трех партиях подмосковные волейболистки набрали максимум 17 очков. Ну и такое бывает, если ты смотришь за их матчами. Первая партия, да, 27-25 выиграли, затем уступили 25-17. Енисей выиграл вторую партию, третья партия. Вообще прошла, по-моему, минут за 15. 25-10 был счет. Ну, конечно, на площадке, посмотри, 17-летние девчонки. Ну, слушай, так-то у Заречья Писаревская тоже 2002 год, Мамедова 2001. Но, правда, есть опытные. Мария Фролова, посмотри, как радуется Николай Вахрушев. Человек одержал три победы в трех матчах. Мы действительно рады за Енисей. И персонально уже начинаем болеть за Николая Владимировича. В следующем туре Енисей играет с Липецком. И если они одержат победу, чего мы им всячески желаем, то у них будет четыре победы в четырех матчах. Чтобы ты понимала, и вы, дорогие телезрители, Александр Перепелкин, который проработал 16 туров Енисея без претензий к Александру Николаевичу, как прекрасному специалисту, но одержал четыре победы за 16 встреч. Знаешь, что я хочу сказать? Почему я так смеюсь, реагирую на это? Вот у меня такое ощущение, я сама как мама, как жена, такое ощущение, что Николай Вахрушев, от него ушла жена. И он, как знаешь, со всеми дочерьми, детьми. Но я образно. Потому что ушел главный тренер, он остался один со своей большой семьей. Сейчас он воспитывает и воспитывает. У него это получается. У него это получается, и действительно он с этим справляется. То есть не свои обязанности. Но все-таки хочется при этом, чтобы руководство не брало в расчет то, что у Николая получается, а все-таки действительно пригласило старшего тренера, главного тренера, ну или хотя бы тренера статистика в помощь. Но нам кажется, что это правильно. Я больше с этим согласна. Раз у него все получается, значит, замена ему не нужна. Просто нужна какая-то помощь. Поддержка и помощь. Переходим к таблицам женской волейбольной пари Суперлиги. Но сначала давайте узнаем расписание, точнее результаты прошедшего 19-го тура. Напомню, у девушек, в отличие от мужчин, все идет по графику, по плану. Все сыграли одинаковое количество матчей. Протон терпит третье поражение подряд. И команда опускается на седьмую строчку. В коллективе Юрия Маричева что-то тоже происходит. И сбился с пути Протон. Ленинградка одерживает четвертую победу подряд. Но в следующем туре у нас будет битва Ленинградки и Локомотива. Об этом поговорим чуть позже. Результаты остальных матчей на ваших экранах. Липецк взял первую партию в Челябинске за последние семь матчей. Но это тоже не спасло дружину Андрея Смирнова. Челябинки победили 3-1. Переходим к турнирной таблице женской волейбольной пари Суперлиги. После 19 туров лидирует московская «Динамо», потерпевшая второе поражение в сезоне. За ним Локомотив, далее Ленинградка. Они встречаются уже в следующем туре. На четвертом месте «Динамо Акбарса», потом «Метар», «Тулица», «Протон». И на восьмом месте «Динамо Краснодар», которая выиграла «Спарту». Но «Енисей» уже наступает на пятки. И смотрим, удастся ли попасть красноярской команде в плей-офф под руководством Николая Вахрушева. Расписание следующего 20 тура. Как я уже сказал, Ленинградка сыграет Локомотивом. В Калининграде московская «Динамо» примет «Тулицу». Дальше «Менчанка», «Челябинск», «Заречье» с «Динамо Акбарс». «Уралочка», «Протон». «Уралочка» играет дома. Напомню, коллектив не побеждал с 8 октября при домашних трибунах. И вот сейчас «Протон», который потерпел три поражения подряд, едет в Свердловскую область. Посмотрим, удастся ли подопечным Николая Карполя прервать эту затянувшуюся уже более чем на 100 дней серию без побед дома. Ну а мы теперь переходим к Лиге чемпионов. Вчера определились все участники раунда плей-офф у девушек. Напомню, это связано с тем, что из-за страшных землетрясений в Турции и Сирии матчи с участием Фенербахче и Вакефбанка были перенесены на неделю. Были перенесены из Турции. Например, Фенербахче сыграл с Лодзием в Берлине. Давайте посмотрим, как это было. Атмосфера была особенная. Все началось с минуты молчания, которая была даже более минуты. Пустые трибуны. На матче не было ни традиционных джинглов, ни отбивок, ни ведущего. Так что тайм-ауты были слышны даже просто без микрофона. При этом надо сказать, что выбрали еще и самую большую арену в Европе. 12 тысяч зрителей она вмещает. И вот я комментировал этот матч. Ну даже так, знаешь, мурашки бежали, потому что совсем было не атмосферно и не празднично. Но в честь и хвала Фенербахче, в котором достаточное количество. Понятное дело, что играет Арина Федоровцева, Анна Лазарева, Макрис Корнейру. Но все-таки турчанок там большинство. И понятно, что когда в стране уже более 36 тысяч погибших, играть не так-то просто. Но собрались, проявили характер. И посмотрите, как ставит победную точку Арина Федоровцева. В третьей партии 28-26, 3-0. И Фенербахче идет в раунд плей-офф. Так же, как и остальные команды с участием. Ну и аплодисменты, кстати, за борьбу от соперника. Это главное, что может быть. В поддержку Турции мы также присоединяемся. Еще раз выражаем соболезнования всем семьям и кто потерял близких людей. Как мы уже сказали, 9 россиянок попало в плей-офф. Женская волейбольная лига чемпионов. Эджаджи Баши с Ириной Воронковой прошли напрямую в четвертьфинал. А вот Фенербахче и Валероле Канес играют дополнительный раунд. Там три польских команды играют против турецких и французских. Валероле Канес играет с польским Жешувым. Фенербахче сыграет с польским Хемиком. Но в еще одном слоте играет Вак Ивбанк. По поводу Валероле, не зря мы заговорили. Хотели сегодня в прямом эфире поговорить с представительницей самого русского. Волейбольного клуба Европы Виктории Кобзарь. Но в данный момент у Вики тренировка. Поэтому мы заранее записали небольшое интервью. Специально для вас, дорогие телезрители. Давайте посмотрим, о чем мы поговорили с Викой. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада, что вы смогли выйти с нами на связь. Ну и сразу перейдем к вопросам. В Милане, правильно я помню, что в матче с Миланом команду руководил уже Младен Кашич. Вы успели понять, что это за тренер? Или пока еще притираетесь? Да, мы успели понять, что за тренер Младен Кашич. Он нам очень нравится. Он приступил к работе за три дня до игры с Миланом. И за столь малое время он уже успел нам дать многое. Особенно мне. Потому что он в прошлом был игроком. Очень хорошим игроком. Он был тоже связующим. И для меня очень полезно с ним поработать. Он выступал на таких соревнованиях, как Олимпийские игры. Представлял сборную Югославии. Поэтому я ожидаю от этой работы очень много полезного для себя. Все-таки на чем сейчас больше концентрации, Виктория? Учитывая, что вы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где встретитесь с Жешевым, достаточно серьезной командой из Польши. Или все-таки на чемпионате Франции, где у Валеро, будем честны, пока что не все так, как наверняка планировали перед сезоном чемпионы Франции? Для нас оба турнира очень важны. Но они абсолютно разные. Поэтому мы пытаемся сконцентрироваться на обоих турнирах равномерно. И благо на это позволяет график и расписание игр. Давайте немножко сейчас отвлечемся от таких серьезных тем. Такой вопрос более-менее с юмором. Помимо вас в команде 5 россиянок. Это уже все обсудили, все рассказали. Но все-таки есть ли ощущение, что вы действительно играете в Европе, когда на площадке с вами разговаривают по-русски, и ваши давние товарищи по сборным принимают участие в игре? Ну, на самом деле у нас помимо русских девчонок очень много разных национальностей в команде. И француженки, и сербки, и литовки, и китаянки, и бразильянки, и болгарки. В общем, у нас достаточно интернациональная команда. Мы у нас очень дружный коллектив, поэтому мы ощущаем себя больше как французская команда, которая играет во французском чемпионате, которая очень сильно отличается от русского. Поэтому, да, мы играем все-таки в Европе, а не в России. Язык уже улучшили, знание языка за время пребывания во Франции. На английском же, правильно я понимаю, в команде все общаются? Ну да, на английском. Но мы начали понимать и французский, и сербский, поэтому все три языка у нас примерно на одном уровне. Помимо волейбольного опыта, еще и опыт лингвистический приобретаете, находясь в Валеро. Виктория, перед Новым годом ваши родители стали обладателями почетного звания заслуженный тренер России, Игорь заслуженный мастер спорта. Давляет ли как-то над вами вот эти достижения папы, мамы и брата? Заставляют, может быть, тренироваться усерднее? Вообще, на самом деле, очень горжусь и родителями, и братом. Мне, правда, очень приятно, когда задают такие вопросы. Можно гордиться всей семьей. Но их заслуги меня только мотивируют тренироваться больше, усерднее, чтобы и они могли мною гордиться. Поэтому я буду работать. И поэтому, в целом-то, я и приняла приглашение от Валеро. Это такой вызов и для себя, и такая точка роста для меня. Ну, понятное дело, что и у вас график, и у Игоря тоже напряженный, плотный. Но при этом успеваете созваниваться? Как часто созваниваетесь с братом? Или вы чаще, наоборот, с родителями, может быть, держите связь? Ну, мы довольно-таки часто общаемся с братом. Может быть, не созваниваемся, а общаемся так больше в мессенджерах голосовыми сообщениями или просто переписываемся. Но с родителями именно созваниваемся чаще. Все-таки у нас разный часовой пояс, и у Игоря дети, семья, они рано ложатся спать, поэтому не всегда удобно поговорить по телефону. Но мы очень тесно общаемся, и он всегда мне, если что, помогает и поддерживает. Так же и я его, соответственно. Ну, это здорово. Смотрите, Виктория, в международных соревнованиях, сейчас про них поговорим, вы играете в Европе, и это очень здорово, действительно, что Валеро и шесть наших девушек представлены в Лиге чемпионов. Желаем вам удачи и болеем в грядущих матчах с Жешевым. Но все-таки, вы чемпионка мира и Европы в составе юниорской сборной России. Международных соревнований для дебюта в основной сборной пока нет. Более того, я помню, что на Всероссийской Спартакеаде сильнейших, где вы должны были играть за Сириус, то бишь за альтернативную сборную России, вы не сыграли, потому что сломали палец, если я правильно помню. Вот переживаете, что такой злой урок какой-то преследует, и пока не получается дебютировать ни за альтернативную, ни за основную сборную? Я совсем не переживаю. Мне всего 18 лет, и у меня еще очень много работы над собой. В целом, очень много работы, поэтому я буду стараться, чтобы попасть в основную сборную. А попаду туда или нет, будет решать главный тренер основной сборной России. Но если все-таки попаду, я буду очень стараться помочь команде выиграть турниры и быть полезной для команды. Ну сейчас продолжим тему связующих. Вот вы сказали про Младена Кашича, который играл связующим, Игорь связующий. И в одном из интервью вы называли Йоанну Волош и Джансу Азбай лучшими связующими мира. По идее, надеемся, что Жешев проходите, можно попасть на Вакивбанк или Канельяна. Хотели бы сыграть против, можно сказать, своих кумиров или лучше соперника попроще? Как вы в этом плане рассуждаете? Нет, конечно, хотелось бы против очень сильных команд, лучших топовых в мире, потому что это большой опыт. И побороться с такими командами, это действительно, ну, дорогого стоит. Мы, наоборот, у нас как бы в команде, мы все очень заряжены на то, чтобы пройти дальше, чтобы сыграть с очень крутыми командами. Вот поэтому, наоборот, хотелось бы. И мне, как связующие, как я считаю их своими, как можно сказать, кумирами, вот. Ну не кумирами, но любимыми связующими, я бы хотела сыграть против них. Да, я даже представляю, мне даже немножко сейчас мурашки пошли, чтобы превзойти. Ты того, на кого ты смотрел по телевизору не раз, да, и наслаждался игрой, это всегда отдельный кайф, так скажем. Вик, смотри, ты сыграла в Северянке три сезона, после этого сразу уехала во Францию. Получается, что в Суперлиге у тебя ни за одну команду нет сыгранного матча. Вопрос такой, следишь ли ты вообще за российской паре Суперлигой, мужской или женской? Ну, понятно, кроме Игорь, кроме игр питерского «Зенита», где играет Игорь. Да, я слежу за женским пионатом, слежу за девочками, которые играли со мной, с которыми я там в Северянке поиграла. Ну, в частности, это, наверное, «Локомотив», «Протон» и «Динамо Акбарс». Вот это три клуба, а у мужчин? Ну, у мужчин, на самом деле, очень интересно просто посмотреть за мужским чемпионатом. Естественно, болею я за Питерский «Зенит», но игры топовых клубов, таких как Новосибирск, Москва, Питер, опять же, Казань, очень круто просто посмотреть, набраться чего-то нового у себя, просто понаслаждаться красивой игрой. Вика, огромное спасибо, что уделили нам время. К сожалению, эфирное время ограничено, но всегда приятно пообщаться. Знаете, что за вас здесь болеют, переживают, и мы желаем удачи не только вам, но и в целом Валероле Канэ, который поистине считаем нашей российской командой. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Также сказала наверняка Виктория женщинам, которые убирались на заднем плане. Я все время смотрел на них, если честно, но жизнь идет своим чередом, надо же работу делать, поэтому спасибо большое, Виктория Кобзарь, связующая волейбольного клуба Валероле Канэ, пообщалась вместе с нами. Вообще здорово, очень интересно, да, и пускай девчонки наши молодые, набираются опыта, и надеюсь, что скоро к нам вернутся, да. А может быть, если к нам не вернутся, то мы вернемся в международные соревнования, и эти девчонки сыграют за сборную России. Вот чего хотелось бы еще больше на самом деле. Безусловно. Но при этом мы не забываем о нашей рубрике «Лучший розыгрыш». Пусть это не такая официальная рубрика, мы просто выбираем каждую неделю один или другой розыгрыш. На этой неделе мы выбрали самый длинный розыгрыш среди всех матчей и мужской, и женской пари Суперлиги. Он состоялся в Казани в Динамовском дерби. Давайте посмотрим. «Лучший розыгрыш» Наконец-таки Гайла все-таки добила. Кстати, отличный блок с одной и с другой стороны, защита. И, кстати, несмотря на счет 0-3, мы видим, что не всегда нужно оперировать результатами матча. Абсолютно с тобой согласен. Ну что ж, подходит к концу очередной выпуск программы «Касание сетки». Как заметила Ольга в начале, уже скоро весна, меньше двух недель до марта. Но до весны мы еще дважды выйдем в эфир. И в следующий раз на следующей неделе, перед Днем Защитника Отечества. Поэтому посмотрим. Много событий, да. И скоро снежка. Пляжники у нас готовятся к новым, возможно, турнирам будем ждать. Ну и сейчас разгар пари Суперлиги. Несмотря на то, что топовых супермачей не ожидается в следующем туре. Все равно интересно. Я думаю, что они будут интересны в любом случае. Кто какое место займет. Ольга Хрипунова, Виталий Мазаев. Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok